Продолжают наводить порядок и новорингойские подростки. В этом году компания Приполярбургсервис предоставила 40 рабочих мест кадетам. Они очищают от мусора улицы города и помогают на предприятии. В свободное время будущие защитники родины занимаются физической подготовкой, учатся водить автомобили, сплавляются на байдарках, осваивают владение шашкой, познают историю казачества и учатся стрелять. За одним из насыщенных дней подростков наблюдала Мария Федорчук. На благо города и компании Приполярбургсервис во время третьей смены трудятся 10 подростков. До обеда они занимаются благоустройством на предприятии. Для удобства территории условно разделили на участки, где каждый занят своим делом. Около электроцеха работают только парни. Они замешивают бетон, чтобы сделать отмостку вокруг здания. Работа непростая, но интересная, рассказывают кадеты. За тот период, в который я здесь работаю, я научился заливать бетон, узнал пропорции, как это делается, как выставляется опаловка, как измеряется. Научился красить и многому еще. Это интересно, познавательно. Вообще, это хорошая возможность совместить приятное с полезным, заработать деньги и поближе познакомиться с культурой казачества. А тут молодые люди готовят площадку для нового бурового оборудования. Работа полегче досталась девушкам. Сегодня они убирают мусор на территории предприятия. Впрочем, наводят порядки и вдоль рек. Перед нами стоит задача отчистить всю территорию от мусора, чтобы трава и цветы могли расти лучше, потому что они взвяли. Недавно убирали мусор, сейчас опять здесь по всей территории много мусора валяется. Люди не понимают, что это плохо. Приходится ставить таблицы. Недавно ездили на Еваяхе, там тоже было очень много мусора. То есть, компании производства вывозят все туда. Кадет должен уметь защитить родину, поэтому подростки занимаются не только уборкой. Сразу после обеда у них физическая и военная подготовка. Все это проходит под чутким руководством наставника, председателя совета старейшин Новоуренгойского городского казачьего общества Виктора Киевского. На одной бутылке я кадетов настраиваю на руку и сам. Вот это мастерство рубки пробок. Настоящим казакам доверяют шашку в 12-летнем возрасте. К 17 годам они должны в совершенстве ей владеть. Подростков учат срезать лозу. Верхом мастерства считается поместить кубанку на ветку и смахнуть ее так, чтобы не сбить головной убор. Они осваивают владение шашкой и изучают историю казачества. Все это помогает воспитать в подростках патриотизм, присущий настоящим казакам. Казаком может стать любой человек, кто готов жить по казачьим заповедям, законам и по первому зову вставать на защиту Отечества. Это основной постулат казаков. Вот этому мы учим. Мы общаемся с ними в доброжелательной, вежливой форме. Никакого менкорсового тона. Мы, казаки и дети, мы с ними на равных. Никогда не показываем, что я начальник, ты дурак или наоборот. Мы с ними равны. Вот с этого начинается казачье воспитание. Никогда в казачьих частях не было мордовое, как в царской пехоте. Вот если даже немножко можно Чапаева вспомнить. Да вот идет бой, я командир, бой кончился, мы все равны. Так и у казаков, все равны. Такие занятия проходят два раза в неделю. В остальные дни в свободное время подростки сплавляются на байдарках, занимаются огневой подготовкой и учатся водить. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Николай Александров, служба новостей «Импульс».